Доброе утро, Божий народ, Божья Церковь, с вами город Омск. Давайте посмотрим сейчас Новый Завет, прочитаем Божье Слово, которое сегодня может нас укрепить, ободрить, наставить, исцелить, восстановить. Послание Фессалонику, это первое послание, вторая глава. Прочитаем первые два стиха. Первый Фессалоника, вторая глава, первый второй стих. Апостол Павел пишет письмо, и он обращается к церкви, к молодой церкви. Вы знаете, братья, о нашем входе к вам, то есть он напоминает встречу, когда они перед вас встретились, при каких обстоятельствах, условиях, что он был небездейственный, но прежде пострадав и быв поруганным Филиппом, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Такой вот небольшой отрывочек, там, конечно же, апостол Павел дает большое-большое такое как напоминаю, небольшой текст, но вот я взял небольшой отрывок. Павел здесь говорит, что они пришли в Фессалонику с другого города, и это были Филиппы. Это город Филиппа, который построил отец Александра Македонского, Филипп. И Филипп построил этот город, и там апостол Павел был некоторое время, и в Филиппах, если вы помните, вот именно там они проповедовали Божие Слово на площади, на базаре, там они были в темнице, там их избили палками, именно там было землетрясение, где поколебались узы, и все там разрушилось, и стражник, который хотел себя убить, Павел проповедовал Слово Божие ему и всем в доме, они все согласились с Евангелием, и все получили спасение, и они там были избиты очень сильно. И они пришли в Фессалонику сразу после вот избиения своего, то есть они пришли практически еще не с незажившими ранами, и вы помните, они там были в темнице, им дали много ударов, обили по спине, то есть придя в Фессалонику, они пришли с некоторыми увечьями. Здесь Павел говорит, что мы были поруганы, пострадали в Филиппах и дерзнули, то есть то, что произошло с ними в Филиппах, такое жесткое-жесткое противостояние, поддоизбиение, темнице, ареста, такого чудесного освобождения, и апостол Павел говорит, что я не испугался идти дальше, я именно пошел в следующий город и продолжил проповедовать Евангелие с великим подвигом, то есть он имеет в виду, что я готов был еще дальше пострадать, если бы то же самое произошло со мной и уже в Фессалониках. Какой мы здесь можем взять пример для нас? Не всегда наша проповедь Евангелия заканчивается хорошо, иногда она очень неудачная, как бы нам кажется, потому что мы не видим всей картины, которую видит Бог. Наша задача проповедовать, наша задача служить людям и даже если нам кажется, что есть некие узы, некое давление и где-то не принимают, как сказал Христос, если вас не принимают в одном доме, идите в другой, не принимают в одном городе, идите в другой город. Павел буквально жил по Евангелию, не приняли тебя в Филиппах, но тебя примут в Фессалониках и там приняли их, и там тоже они были недолго, кстати, там тоже было гонение, и они ушли дальше. Мы видим, что здесь апостола Павла не смущало это давление. Это давление не просто было несогласие людей, которые мы проповедуем, это было серьезное, сильное противостояние. Пускай Бог нам даст эту благодать не бояться проповедовать, не смущаться того, что не работает, как бы нам кажется или не получается, проповедуем Божье Слово, потому что оно всегда будет живым, действенным и острее всякого меча, обувида острова. Молимся с верой Павани во имя Иисуса Христа. Аминь.